Привет всем! Сегодня мы хотим вам показать, что можно найти в некоторых японских домах. Дело в том, что мы сейчас расширяемся. Мы снимаем квартиру, которая рядом с нашей прежней квартирой. И в результате у нас теперь гораздо больше помещения. Дом, в котором мы живем, это довольно старый дом. Он очень уже долго использовался в качестве дешевого съемного жилья. Чем он и сейчас является, в общем-то. И вот, что мы в нем нашли. Палочки. Нашли мы их за ногеще. Это облицовка горизонтального бруса, который опоясывает традиционную японскую комнату на высоте 2-3 от пола. И между этой доской и стеной есть небольшой зазор, который позволяет использовать ногеще, например, для того, чтобы вешать на него картины или одежду на вешалках. Но иногда поступают даже проще. За него часто ставят всякие предметы, в основном ритуальные, например, амулеты, офуда и так далее. И я так думаю, что именно это произошло с этими палочками. Их поставили за ногеще, но потом забыли. Они туда, наверное, завалились, не знаю. Почему эти палочки являются ритуальным предметом? А вот сейчас покажем. Дело в том, что это энмусаби пащи. Или энмусаби хащи. Можно и так, и так. Из изумо тащи. Одного из самых известных синтаистских храмов. Одного из древнейших синтаистских храмов, которые находятся в префектуре Шиманы. Вот, посмотрите, как они выглядят. Видите? Одна пара меньше второй. Почему? Потому что эти палочки предназначены супругам. Вообще, изумо тащи – это очень интересное место. Сейчас в нем почитается Окунинущи, божество, которое происходит от мятежного божества Сусаного Номикота, и который когда-то как раз управлял всей Японией, именно из изумо, а потом передал свои полномочия Аматерасу. И вообще, понятное дело, у Кунинущи очень много всяких функций, но одна из них – это энмусаби. Энмусаби – это связывание судеб. Чаще всего это самое связывание судеб понимается как брак. Хотя, теоретически, это может быть вообще любое нахождение нужных вам людей. Так что, если вы хотите хороший рабочий коллектив, например, то вам тоже Окунинущи. Но в любом случае, в изуме, изумо тащи приходят именно для того, чтобы найти себе партнера. И там можно найти очень много всяких сувениров, связанных с энмусаби, с женитьбой, с браком и так далее. И палочки – один из таких сувениров. Вот, давайте еще раз на них посмотрим. Вообще, они бывают очень разные. Вот эти самые простые. Они даже не покрыты лаком. Да, есть даже именные палочки. На этих написано просто энмусабихащи и ничего более. Почему именно палочки? Вообще, вот эта традиция дарить палочки основана на легенде, согласно которой Сусанова Номикота к его будущей жене Кущина-да-Химе привели именно палочки. Они плыли по реке, а он, соответственно, последовал за ними и пришел Кущина-да-Химе. Ну, потом освободил ее от дракона. У них там много чего было. Но, как бы, их соединили, эти палочки. И поэтому теперь их дарят молодоженам. Вообще, конечно, дело не только в этой легенде. Я подозреваю, что важнее всего, что палочки – это совместная трапеза. А совместная трапеза – это очень серьезное ритуальное действие. Так что, ну, я вполне верю, что легенду могли уже потом присочинить. Ну, вернее, как бы, соединить легенду, которая существовала все-таки довольно долго и давно уже, с этими самыми практикой дарить палочки. Ну, у меня нет, конечно, никаких подтверждений. Этому это чисто так мои размышления. Ну, интересно, что вот эти конкретные палочки можно приобрести в одном месте, в Изуму. Ну, это такой магазинчик, называется Хирануя. Он находится прямо рядом с Изуму Тайща. Но это не единственное место, где можно купить Энмусу Бибащи. Например, когда я выбирала подарок на свадьбу своим друзьям, я поехала в Ямадеру. Это тоже такая святыня, наша местная, находится в Ямагате. Вообще-то, это большой храмовый комплекс, который принадлежит к Тэнда Ищу. То есть, это буддийский храмовый комплекс. И там я тоже нашла Энмусу Бибащи. Именно их я купила. Вообще, мы сделали вывод, что, наверное, в этой квартире когда-то жили какие-то молодожены. И им подарили эти палочки. Мне, конечно, очень интересно, что стало с этими молодоженами. Как у них сложилась жизнь. Интересно. Но палочки, похоже, остались нам. Но мы их будем беречь. Это я точно вам обещаю. Вот так. Хотелось поделиться этой замечательной историей. Ну, пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...